Музыка Перефразируя известную пословицу о том, что цыплят по осени считают, можно сказать, что в техническом университете их, то есть выпускников, начинают считать посреди зимы. На кафедре стрелковое оружие машиностроительного факультета ЖГТУ прошла защита дипломных проектов. На суд членов Государственной аттестационной комиссии было представлено 11 работ. Разные темы дипломных проектов. Большинство приближены к практике, к реальным оружейным делам. Впервые комплексный проект «Три человека защищает систему модульного оружия». Три изделия объединены в одну систему. Впервые такое в нашей стране. Не было ни разу разработки этого вида оружия. Студенты отличненькие. Средний балл 5-0, 4-8, 4. Вот такой средний балл. Высокий средний балл выпускников является одним из секретов кафедры стрелковое оружие. Если учесть, то на первый курс М-факультета приходят абитуриенты с весьма скромными показателями. Я думаю, здесь ряд факторов влияют на результат нашей работы. Это, наверное, достаточно высокий уровень кадрового потенциала. У нас на кафедре 4 доктора-профессора работают. У нас практикоориентированное обучение. То есть студенты обязательно. Вот сегодня был вопрос, стреляли ли они. Конечно, неоднократно стреляли. Они были и на техкреме, и были на испытательной станции механического завода, и на концерне калашников. То есть регулярно общаются. Многие работают там. Регулярно общаются с ведущими конструкторами. И уже во время учебы учатся. На защите дипломных работ присутствовали ректоры ЖГТУ профессор Грахов, председатель аттестационной комиссии, главный конструктор концерна калашников Сергей Уржумцев, а также ведущие конструкторы-оруженники предприятия «Ижевска». По мнению членов ГАК, в целом дипломники показали глубокие теоретические знания. Многие из них наблюдались с нами, начиная с 3-4 курса. И некоторые наиболее способные проходили преддипломную практику и выполняли диплом непосредственно в стенах наших КБ, нашего предприятия. Могу сказать, что, ну, конечно, не бывает стопроцентного попадания в профессию, но так или иначе можно четко констатировать, что часть ребят и девушек, безусловно, крайне подходят под наши условия. И мы, безусловно, ждем их в наших проектах. Защита есть защита. И дипломникам пришлось обороняться от весьма непростых вопросов членов ГАК. Наконец, все позади. И вот самые первые, самые эмоциональные впечатления. Неужели это закончилось? Вот и все, наверное, вот и все. Ну, если честно, не верится, потому что 5,5 лет они были очень насыщенные, не только у меня, но и у нас всех, да. И это вся студенческая жизнь. Неужели, что будет завтра? Вот завтра не надо будет идти в универ, завтра не надо делать никакую работу, не готовиться к экзаменам, не организовывать мероприятия. А на завод. Только на завод. Любимая работа. Да. Но стоит отметить, что комиссия была благосклонна, задавала разнообразные интересные вопросы. Очень достойно. С защитой мы довольны, так ли? Да. И, наконец, последнее, на что хочется обратить внимание. Впервые за всю историю существования машиностроительного факультета все 11 дипломников защитились с оценкой «Отлично». В выставочном центре «Ракурс» состоялось открытие первой выставки авторских работ студента 4-го курса факультета рекламы и дизайн Зейна Сабура «Сирия». В новой экспозиции, объединенной названием «Без деталей», около 40 оригинальных работ, выполненных в различных техниках и материалах. Бумага, картон, акрил, масло, техника коллажа, ручная и компьютерная графика. Эти работы не назовешь ученическими. Это серьезная заявка молодого художника. Он не следует слепо неким канонам. В своих работах Сабур использовал собственные специфические приемы – те же песчаные картины, цикл которых он назвал «Старый город». Выставку посетил и ректор вуза Валерий Грахов. Он ознакомился с работами Зейна Сабура, который выступил на сей раз еще и в роли экскурсовода. «Рисунок на дерево. Потом положу клей, подчатываю на бумагу. Потом это земля. Где хочу темный, положу много земли. Где светло, чуть-чуть совсем». Ознакомившись с экспозиции, профессор Грахов поделился своими впечатлениями. «Какие великолепные яркие краски, цветы жизни. Я искренне поздравляю участников этой выставки со знаковым событием в жизни каждого. Почему? Потому что это запомнится навсегда. Это, наверное, не так часто бывает. Вообще, это мечта творческого человека – как-то показать себя, суметь обратить на себя внимание. Это всегда сложно. Это надо внутреннее мужество проявить правильно. Почему? Потому что в картинах ты душу открываешь. В своем ответном слове Зейна Сабур поблагодарил руководство университета и факультета за предоставленную возможность экспонировать свои работы в стенах выставочного центра технического университета. «Хочу сначала сказать спасибо большое всем, кто помогли. Конечно, Надежда Юровна, Рылюшка, Михаил Михайлович и вообще университет, что дали мне такой шанс показать свою работу. Но все, что здесь, это от моей жизни. Все лица, они знакомы. Все остальные, они либо от моей прошлой, либо от моей мечты. Ну, вы будете сейчас как будто маленькая прогулка в моем мозгу. Поэтому добро пожаловать в него. И спасибо». В конечном итоге выставка Зейна Сабура стала еще одной открытой дверью в мир современного изобразительного искусства, язык которого понятен всем без границ и переводчиков. Путь был неблизкий. От Глазова до Ижевска 170 километров. Но конечная цель того стоила. В рамках проекта «ИжГТУ выбери свою профессию» в УЗИ состояло знакомство учащихся школ Глазова с Институтом физической культуры и спорта имени Александра Тихонова. На встрече с директором института Илдусом Гебадулиным школьники Глазова узнали, какие направления дисциплины изучают студенты ВУЗа. Каждый желающий смог поучаствовать в экспресс-методе определения личной предосположенности к определенному виду спорта. «Основная задача, которая стоит на сегодняшний день, это профориентационная работа среди школьников Утмуртской республики. Кроме этой встречи мы сегодня встречаемся с директором социальной школы Помыткиным Борисом Васильевичем, где у нас будет филиал Центра спортивно-профессиональной ориентации, где будет проводиться работа по профессиональной ориентации со школьниками микрорайона «Строитель». Такие филиалы мы хотим открыть и в Старом аэропорту, здесь у нас металлурги, во всех районах практически города Ижевска. Мы со временем хотим такие же центры открыть во всех районах нашей Утмуртской республики». На следующей встрече в рамках проекта «ИжГТУ выбери свою профессию» состоится знакомство школьников с теплотехническим факультетом ВУЗа. «ИжГТУ выбери свою профессию»